Приглашаю в нашу студию профессора Ивана Павловича Нюн-Мувакина. Встречайте! Иван Павлович, здравствуйте! Очень рада вас видеть в наш студию. Доброе здоровье, что ли? Прошу вас, не забудьте. Вы можете сразу с вами? Нет, давайте мы сначала поговорим. Вот мы с Людмилой Степановной делаем специальную настойку оздоровительно хреновую медовую. Давайте ее делаем. Давайте. Вот я пригласил, чтобы она сама сказала. А давайте Людмилу Степану к нам пригласим и представим ее. Во-первых, скажите, что такая Людмила Степана. Проходите к нам, ну проходите. Ведь если говорить об этом оздоровительно хреновом медовом напитке, что мы делаем? Здравствуйте. Мы всего-навсего берем полкилограмма хрена, промалываем, промалываем, да, это где-то вот так, два раза через мясорубку, заливаем полтора литра прохладной кипяченой водой. Давайте мы сейчас прямо это все будем делать, Геннадий Петрович, смотрите. Если мы вот это вот пропустим дважды, а потом сольем и одно, и второе... Нет, 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 мы сейчас все сделаем. Мотор. Ох, какой аромат! Ну? Значит, полтора литра. Хо-хо-хо-хо-хо! Прохладной кипяченой водой. Вот это да! Ух, какая у нас смесь адская. Что теперь необходимо? Воды. 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 Сюда воды. Сюда. Давайте. Это стоит семь дней. Все закрыто. Все целиком? Все размешали и семь дней. После семи дней все это процеживается. Комнатная температура, да? Да. Угу. Добавляется полкилограмма меда. И, кстати, я обращаю внимание, посмотрите, во всех рецептах редька или крем добавляется мед. Все дело в том, что мед это единственный продукт в мире, который вместе с материнским молоком, это единственные два продукта, в которых есть все, что надо организму. И мед снимает вот эту горе. Так, добавили мед. После добавления меда, нужно еще сюда выжать сока двух-трех лимонов. Лимон нужен для смягчения кореновинки. Два-три лимона. Можно с цедрой. Давайте три лимона. И еще стоит семь дней. Вот это. И после этого по столовой ложке за 30 минут до еды. Утречка. Один раз, можно вечером. И проблемы нет. Иммунитет работает. А возможны противопоказания? Противопоказания. Вот здесь уже говорили. Это, во-первых, повышенная кислотность. Это раз. Язвенные процессы. Гастроэнтерииты. То есть, в животе что-то неприятности. Пилонефрит. Почечные заболевания. Это связано... Раздражает почки. Да, раздражает почки. Это тут осторожно нужно проводить. И, кстати сказать, вот этот рецепт в том числе и растворяет камни в почках, в печени, в желстном пузыре. Что из вас посыпется и спереди, и сзади, вы потом удивитесь. Спасибо. Ну, кстати сказать, запомните. Пилон, это слишком слезоцитивая вещь. Вы должны перетерпеть. Вот когда начнете кушать, будет бежать. Перетерпите. Через 3-5 дней все это пройдет. Можно очки одеть в консультацию. Скажите, пожалуйста, Владимир Павлович, я знаю, что у вас есть в темпе, чем в охоток при наухе. Как она делается? Есть. Берется пол-литра водки. Туда берется грамм 50 хрена. Натертого или просто кусочком? Нет, натертого. Можно положить и кусочек хрена. Ну, это лучше, быстрее доходит. Это хреновенько до логики. Давайте в стаканчике сделаем, Геннадий Петрович. Ах, какой дух что-то у него. Одну-две столовых ложки меда, опять-таки для этого цели, и сока лимончика. Утром, вернее, не утром, потому что реактивно начинает работать сила, днем с вами может быть что угодно быть, а вечером с устатку 30-50, это классическая доза, доза, по которой нормальные люди пьют коньяк, вы знаете. Так лучше, чем просто.